Муса Ионов – певец, композитор и дирижер, который дарил свою душу каждый раз, когда выходил на сцену. Его музыкальный талант стал незабываемым в народной памяти, а песни до сих пор звучат в исполнении современных артистов эстрады. Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения известного абазинского музыканта, заслуженного деятеля искусств Мусы Хаджи Магомедовича Ионова. А его узнаваемым многочисленными поклонниками баритон вновь заиграет своим неповторимым тембром в сюжете Фатимы Дауровой. Тандем двух ярких представителей творческой интеллигенции республики, поэта Керима Мхцей и композитора Мусы Ионова, создал один из музыкальных шедевров культурного наследия абазинского народа – песню «Дуней». Она в какой-то мере стала визитной карточкой певца, а мягкий лирический баритон Мусы Хаджи Магомедовича стал украшением еще многих других авторских вокальных композиций. Сегодня они стали классикой эстрады. Муса Ионов являлся уникальным самородком, имеющим особый музыкальный слух с самого рождения. Я всегда удивлялся его абсолютному слуху. То есть он мог идти по улице, часто он прогуливался, особенно после болезни, после операции на сердце, прогуливался, услышит какой-нибудь шум, и он мог эту ноту, это даже природного шума сказать, природного звука сказать, какая нота прозвучала. Более двух десятков лет Муса Ионов возглавлял один из самых ярких вокальных коллективов своего времени – областной хор-радио. Именно здесь проявились его педагогические способности наставника, а его прекрасный слух, музыкальная память, чувство ритма, стиля и доскональное знание материала сделали центральным фигурантом – дирижером творческого коллектива. Хор исполнял песни на всех языках народов Карачаева-Черкесии. Заслуженная артистка России Кубани Лидия Луценко рука об руку проработала с Мусой Хаджи Магомедовичем много лет. Она до сих пор помнит свою вокальную партию на абазинском языке. Поэт-песенник Беляль Хасароков держит в руках нотное издание музыканта – его первый авторский сборник. И среди песен Мусы Ионова есть особенная, любимая, которую Барт всегда исполняет на своих выступлениях. Песня называется «Берегите землю» на стихи Керима Мхце. Для меня вот эта песня еще дорога тем, что Муса сам мне показывал аккорды для игры на гитаре. Именно авторские его аккорды. Это не просто кто-то подобрал на слух. И даже еще какие-то моменты, нюансы какие-то еще объяснял. Воспоминания о нем его современников полны ностальгической грусти о близком человеке и наставнике. Я работаю с хором, разбираю новую вещь и прошу. Говорю, Муса, ну пожалуйста, сядь в баритоновую партию. Не идет и все, особенно если что-то сложное. Все, Муса туда сел, один голос, все, баритоновая партия зазвучала. Вы по нему скучаете? Очень, а его не хватает. Вообще мне эта фраза не нравится, незаменимых людей нет. Я убедилась, есть люди, которых заменить нельзя. Вот из таких и Муса. Муса Ионов ушел из жизни рано. Ему было всего 53 года. Большую половину из которых он посвятил служению музыке. Его творческое наследие – это национальное достояние абазинского народа. А достоянием самого автора стала его семья, которая была ему опорой в жизни. Его дочь Мадина Ионова сегодня является хранителем телевизионного архивного фонда ГТРК Карачаева-Черкесия. На этих полках часть истории развития родной республики. И среди старых видеокассет и новых цифровых носителей бережно хранятся архивные видеозаписи с выступлений именитого отца. И когда его песни звучат из телевизионных экранов и со сцен концертных залов, из торжественных мероприятий, гордость за отца переполняет сердце дочери. Пели и черкесы, и абазины на этой свадьбе эту песню. И мне, знаешь, вот так мурашки по коже шли, потому что, ну это же приятно, когда ценится его творчество. Не однодневная эта песня. Помню, поют дети, которых еще в принципе не было на свете, когда он ее написал, эту песню. Это дорогого стоит. Это, наверное, самое дорогое, что ты можешь заработать в этой жизни. Это добрую память о себе. Фатима Дорова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.